Больше 10 обстрелов с начала суток в зоне АТО не утихают атаки боевиков. Враг применял минометы и танки на всех направлениях. Вблизи Авдеевки на Донецкой фильтровальной станции наблюдатели ОБСЕ установили направление обстрела. Откуда били, расскажет наш военкор Ирина Баглай. Размытую дорогу к нулевому рубежу может преодолеть разве что БТР. Водитель-механик мастерски лавирует по бездорожью. Ну как вам поездочка? Отлично. Так на передовую в День Украинских Вооруженных Сил доставили подарки для защитников. Собирали их первоклашки. Ученик Криворийской школы 85 разом с батьками передали нам такие подарки. Видите, как нам свои долоньки поврезали. Вот так вот, подивиться, как символично, с приветствиями, с виршиками, передали смоколики нашим хлопцам на передовую. Но на торжества здесь нет ни минуты. С утра десантников поздравляют боевики. Будет открыто, мне лучше так пройтись, чуть быстрее. Дорога от нас, и взять через дорогу, то есть, их позиции. Работает смоколик. Я вам вперёд. Даже окопы в полный рост не укрывают от пуль боевиков. Ну, кошмарят, как говорят. Постреляли, отошли, и всё. Просто, ну, стрелковое вооружение работает. Оп, аккуратно. Это что? Это лучше, это дедбойница. Через дорогу уже Донецкая фильтровальная станция. Для боевиков щит и гарантия. На их огонь украинские военные не ответят. Работали, то есть, с направления ДФС, то есть, не с самой территории, с направления ДФС, так, чтобы мы не смогли по ним прицельно открыть огонь, чтобы не попасть непосредственно в саму ДФС. Пользовались этим. Дорога, разделяющая украинских военных и боевиков, фактически линия огня. Тишина тут гарантирована, лишь когда проезжают автомобили миссии ОБСЕ. Именно её патрули на днях зафиксировали в отчёте, как боевики сами же обстреляли ДФС. Международные наблюдатели выявили три попадания 120-мм мин и указали направление. Били с юго-востока. На карте АТО несложно определить, это оккупированная территория. Такие провокации не раз фиксировали и военные на передовой. Специально они попали, не специально, но огонь открывался с их стороны, я так понял, прилёт был с их стороны. Они хотели перебросить через ДФС по нашим позициям, но получился прилёт к ним, в саму ДФС. У военных же действует суровый запрет на ответный огонь. Как сообщают в штабе АТО, попадание в один из резервуаров с токсичным хлором на территории ДФС приведёт к вымиранию всего живого в округе. А несколько городов, в том числе Ясиновата и часть Донецка, останутся без воды. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.